Приветствую вас, Алина, я думаю, что в первую очередь нужно определить то, что является вашими проблемами и начать их решать. Я думаю, что у вас есть проблематика взаимоотношений с родителями, и я думаю, что ваша подростковость, как вы говорите, связана именно с тем, что вам хочется противостоять родителям, вам хочется бунтовать против них, вам хочется что-то им доказывать. Я думаю, что отчасти по этой причине вы чувствуете себя на 16 лет. То есть в первую очередь это взаимоотношения с родителями, которые явно пытались вам навязать свое более такое, может быть, формальное видение мира. Следующее. Что касается страха смерти. Вообще, я воспринимаю подобный страх в трех основных контекстах. Первое. Это потребность в свободе, в освобождении. И страх смерти как следствие запрета. Себе быть свободной. То есть если вы в глубине души сомневаетесь в том, что вы достойны, можете быть свободной, если вы запрещаете себе быть свободной. Ну, в контексте выбора, да, своего собственного выбора, то вы будете хотеть освободиться интуитивно, введя освобождение в смерти. Но запрещаю себе это, запрещаю себе быть свободной выбора, да, это страх. То есть страх смерти здесь это вопрос свободы. Я имею ввиду свободы психологической, свободы внутренней, свободы выбора. Следующее. Страх смерти это страх неопределенности. Это опасность неопределенности, неизвестности. Это недоверие себе самой, это нуждаемость в защите, это проблемы личных границ, это желание все контролировать, это не умение действовать стандартно. Хотя в вашем случае все не так очевидно, потому что вы и человек творческий, и сделали что-то вопреки, там правда есть нюансы. Но лично я думаю, что дело здесь в том, что на некотором глобальном уровне вы все же себя контролируете, все же хотите определенности. Особенно это проявляется в неком таком укорении себя за то, что вот мне 25, в душе мне 16, многие уже родили там детей, а я вот все хочу как в американских фильмах. То есть это такой вот получается конфликт, да? То есть собственное бульдарство ваше и несоответствие возрасту физическому возможно вызывает у вас тревогу. Из-за того, что это не совсем контролируется. Ну и в целом, ваша тенденция к контролю, к определенности, к, скажем так, отсутствию темных, затемненных каких-то уголков в вашей собственной картине мира. Выглядит очень сильно, как научение родителей. То есть в этот момент, в этот момент, как бы вас говорят именно родители, а не вы сами. Здесь вот, наверное, можно говорить о необходимости повышения способности действовать стомпиально, изменения отношения к ошибкам и прочее. Следующий момент, который нужно раскрыть, если мы говорим про страх смерти, это вопрос смысла жизни. Вопрос в том, что у вас его нет. Вопрос в том, что вы не живете здесь и сейчас, вы живете в будущем или прошлом. Вопрос в том, что вы отрицаете смерть как естественное состояние, как неотъемлемую часть всего живого. Вы отрицаете смерть как необходимую составляющую для развития, потому что если бы смерти не было, развития бы тоже не было. Вот. У всего этого есть, да, действительно экзистенциальные причины, но глобально здесь проблема в том, что у вас отсутствует смысл жизни. Ну да, вы любите рисовать, да, у вас есть творческие задатки, но в целом складывается ощущение, что ресурс есть, а вот направленности и какого-то видения того, как можно этот ресурс направить в какое-то позитивное русло, у вас нет. Соответственно, поиск вашего жизненного смысла, поиск такой глобальной цели, которая бы вас, во-первых, мотивировала что-то делать, во-вторых, которая откликалась бы эмоционально, да, и в-третьих, которые бы вы могли посвятить со своей жизнью. Это один момент. Второй момент – это то, что ваша жизнь пуста. То есть люди боятся смерти, когда они не живут, по сути. И здесь мы, понятное дело, вступаем в конфликтную зону, потому что вы-то говорите, что с 22 лет вы как раз таки живете, вот, что сейчас у вас полная жизнь. Но при этом смерти вы боитесь, что, конечно, довольно противоречиво. Вот. Может быть, может быть, для вас вот имеет особое значение то, что вы с 22 лет живете полной жизнью. Но здесь скорее все восходит к некой такой идее несправедливости, к некой идеализации социума. Вот. Что вам тоже может мешать. Ну и, наконец, последнее – это комплекс по поводу вашего роста. Да, вы об этом не говорите, да, вы об этом не пишете, вы это затрагиваете лишь скользь, но… Не принятие себя в какой-то степени у вас имеет место быть, как мне видится. Не принятие себя, возможно, в своей сложности с… Организацией собственной защиты. То есть, вы не можете себя защитить в полной мере. Вот. Это очень болезненно для вас. Вот. Поэтому этот момент тоже нужно разобрать. Вы также склонны сравнивать себя с другими людьми. Вы говорите про то, что вот, значит, там, у других там вот так, а у меня так, да. Это, опять же, некое отрицание самобытности своего жизненного пути. Вот. Ну, отрицать вы можете сколько угодно. Правда в том, что на пользу вам это не идет ни в коем случае. Лишь только вредит, к сожалению. Поэтому… Что делать? Расчет вас, но… По факту ситуация выглядит… Такой. Какой совет здесь можно дать? Ну, я хочу вам сказать, что психологи не дают советов. Для этого есть друзья, для этого есть родные, близкие, любимые. Вот. Психологи советов не дают. Мы помогаем человеку лучше разобраться в себе. Моя основная задача – указать вам на ваши проблемы, дать вам писать для размышлений. Пожалуй, выполнено, поскольку, конечно. Ну, попробуйте задать себе вопрос. Откуда у меня невозможность смириться с ограниченностью собственного восприятия вселенной? Это первое. И второе. Вот, вы когда говорили про ВСД, да? А, дереализацию. И… Вот это все, да? Вообще, это… Больше уже связано с медицинской частью. То есть, не тем, чем… Занимаемся мы, психологи. Ну, если у вас есть диагноз, то назначали ли вам лечение, какие были рекомендации, может быть, имеет смысл… сейчас обратиться, опять же, к врачу, да, для… повторной диагностики и для назначения лечения. Ну, понятно, после карантина, да, сейчас выходные, но, тем не менее. То есть, надо понять, насколько вы восприимчивы к психотерапии. То есть, можно ли вам сейчас заниматься психотерапией. Потому что, может быть, есть какие-то противопоказания. Вот, в принципе, такая история. В целом, мне показалось, знаете, вот, некий такой образ мне пришел, когда я читал ваш текст, что вы человек такой достаточно энергичный, в принципе, трудолюбивый, но… не умеющий выбирать подходящие для себя способы реализации своих возможностей. То есть, да, вы рисуете, да, вы поступили на дизайн, но это все здорово. Вот. Ну, у меня есть ощущение, что вы выгораете. Вот. У меня есть ощущение, что вы эмоционально и ресурсно выгораете сейчас. Хоть вы об этом не писали, прямо, прямым текстом. У меня такое ощущение есть. И я, конечно, очень надеюсь, что не прав, но если есть, то вам нужна помощь в том, чтобы грамотно своими ресурсами управлять, грамотно их использовать. Иначе, иначе у вас будут проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помогу вам. Я вам желаю всего доброго и удачи.